Жириновский, Затулин и другие враги России, из уст экс-президента Кыргызстана о том, что Владимир Жириновский, Константин Затулин, Маргарита Симоньян, Семен Багдасаров, Арам Габрелянов и другие подобные лица являются врагами России, говорилось неоднократно в азербайджанских СМИ, используя информационное поле. Данные псевдопатриоты намеренно разжигают межнациональную рознь, пытаясь стравить народы постсоветского пространства, тем самым идя наперекор национальным интересам России. Стоит отметить, что о колоссальном вреде вышеупомянутых лиц говорят и в Кыргызстане. Так, экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев с глубоким сожалением сообщил, что в последние годы в России все громче слышны голоса тех, кто разжигает ксенофобию, вражду между братскими народами. Отдельные российские политики и СМИ развернули буквально истерию против мигрантов из Кыргызстана. Так, депутат Государственной Думы России Константин Затулин в эфире государственного телеканала «Россия-1» призвал к жестким мерам к мигрантам из Кыргызии, обосновав это тем, что, дескать, кыргызы чужаки, они не относятся к числу народов, исторически проживающих в России, заявил он. Атамбаев подчеркнул, что не Затулину говорить о том, что кыргызы чуждые России. Скорее это его предки, судя по фамилиям, прибыли в Россию или из пустынь Палестины или из лесов Европы. И проблемой для России являются не чужаки, не трудовые мигранты из Кыргызии, а свои некоторые писатели и политики, которые разжигают ксенофобию и межнациональную рознь внутри России. Сила Великой России была и есть в единстве всех наций и народностей, населяющих Россию. А для этого необходимо бороться с любыми проявлениями расизма и ксенофобии, отметил Алмазбек Атамбаев.